Итак, кто же такие 144 тысячи, которые запечатлены из каждого колена Израиля в 7 главе книги Откровения? Те, кто верит в восхищение до скорби и называются диспенсационалистами, считают, что это в буквальном смысле 144 тысячи евреев, которые были спасены и отделены, и пришли к вере в период тяжких испытаний и гонений во время Великой Скорби. Вот что это такое — буквальное число евреев во время Великой Скорби. Другие говорят, нет-нет, если вы посмотрите на видения в Откровении, они часа двухуровневые, вторая часть объясняет первую. Потому когда говорится о 144 тысячах из 12 колен, это просто описание церкви в целом, всех спасенных. Церковь — это новый Израиль, потому что сразу же после этого говорится о множестве, которое никто не мог сосчитать. На самом деле, я не придерживаюсь ни одного из этих двух пониманий текста. Позвольте мне сказать, что поскольку этот текст находится посреди видений книги Откровения, я в этом не догматичен. Но вот как я понимаю это. Давайте посмотрим книгу Откровения, глава 7, стих 4. Откровение 7, 4 говорит следующее. «И я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Что у нас есть, так это 12 раз под 12 тысяч. Это очевидно говорит о полноте. И для меня важно, что после описания этой полноты Израиля, описывается полнота народов. Когда Иоанн видит множество, которое никто не мог сосчитать. Все они спасены во время великой скорби. И я понимаю, это не только как пророчество о последних временах, потому что в течение всего времени существования церкви, в течение всего времени после того, как Иисус умер и воскрес из мертвых, мы проходим период скорби и испытаний. Но я считаю, что здесь говорится буквально о последней жатве еврейского народа, о том, что будет полнота Израиля. Павел говорит в Римлянам 11.25 о полноте приходящих язычников. Потому что множество, которое никто не мог сосчитать, это кульминация веков, а не только последнее время, кульминация веков. И тогда весь Израиль спасется. И я верю, что это пророческая картина всего Израиля, который спасется. Одного из колен не хватает, там есть другое колено, но одного не хватает. Почему же колено Дана? Это спорный вопрос, и у меня нет окончательного ответа на это. Но вот что точно. Мы смотрим не только на что-то из сферы видений, образов, и мы не можем разобраться в этом. Я считаю, что мы должны посмотреть на это более внимательно и сказать, указывает ли это на полноту Израиля. Точно так же, как будет огромная жатва по всему миру, будет и массовое обращение еврейского народа к Господу. Я считаю, что многие местописания говорят об этом, и это одно из них — полнота Израиля, обращающегося к Господу.